Здравствуйте, друзья! Это программа стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инновации, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайте AtroSales.ru и наш спикер сегодня Юсов Красик, эксперт по продажам и переговорам, основатель закрытого сообщества продажников Normalsales.pro. Юсов, приветствую вас! Шалом, Евгений! Шалом всем! Говорим сегодня про то, как использовать принципы и навыки эффективных переговоров, раскрытые в предыдущем выпуске, для стартапов конкретно, затачиваем конкретную ситуацию. Переговоры стартапа с инвесторами, переговоры по определению сложные. Как, собственно, проводить сложные переговоры и какие приемы можно использовать для изменения ситуации в лучшую для себя сторону? Начнем мы с небольшого, пожалуй, входа. Вообще, сложные переговоры – это, в принципе, такое понятие «сложное», потому что все переговоры… Простыми они не бывают, а как определить сложные переговоры, где, наверное, много людей с каждой сторон присутствует, да, много разных интересов нужно учесть? Очень часто люди называют сложными переговорами там, где либо идут большие суммы денег, либо очень далеки ожидаемые позиции обоих стран. Есть такое мнение бытует в народе, что переговоры должны быть «вин-вин», да, то есть очень популярная техника «вин-вин». Я с ней так немножко не согласен, потому что очень важно, чтобы переговоры были обоим людям выгодны, обоим странам выгодны, или трем, да, сколько бы их не было. Но «вин-вин» никогда не получается, потому что, как бы, каждая позиция для каждой стран – это, в принципе, минус другой. То есть, если вы что-то продаете, и вы нашли, как бы, ту среднюю позицию, где и вам выгодно, и ему выгодно, то, конечно же, вам было бы еще выгоднее, если бы тот заплатил бы больше денег. То есть, ваша позиция интересов, она всегда находится в месте, в позиции интересов вашего оппонента. Любой наполовину пустой стакан всегда наполовину и полон, да, и хочется наполовину полный, наполовину пустый, хочется этой пустоты сделать поменьше. Да, поэтому говорить о том, что абсолютно полный «вин-вин», как бы, это немного, ну, некорректно. Поэтому я часто использую для переговоров такие слова, как «оппонент», да, как «врат». Есть люди, как можно называть своего напарника оппонентом, это же, вы же вместе работаете, ваша цель – прийти к светлому будущему. Но я понимаю, что если я сегодня уступлю ему в его светлое будущее лишних там тысячу, я в моем светлом будущем этой тысячи не будет. Поэтому такое важное вступление. Как же их проводить? Есть, пожалуй, много техник, разных фишек и так далее. Но если дать максимально конкретно, у нас времени немного, есть чудесная техника, которую я очень люблю использовать. Она именно для сложных переговоров. Я не знаю, что это такое, но вот если есть сложные переговоры, то эта техника для них. Называю ее «отравить леску». Я не писал в своем сообществе продажников. Фишка в следующем. Все, кто ходит на рыбалку, знают, что когда ты ловишь, допустим, щуку и окуня, рыбу побольше хищную, ловишь на блесну, если рыба вдруг резко хватает блесну, очень глупо тянуть на себя. Потому что она тянет сюда, ты сюда, и как бы давление рвется, резко. Поэтому рыбаки не травят леску, они немного ее отпускают, чтобы рыба увела, а потом начинают подводить. Это теория. Как мы это используем в переговорах? Есть позиции, где ты точно знаешь, что, ну, капец. То есть твои стартовые позиции, я сейчас называю это сложными переговорами, твои стартовые позиции настолько плохи, что, в принципе, уже как бы можно даже не идти никуда. То есть уже все понятно, чем все закончится. Допустим, не знаю, возьмем простой пример. Вы адвокат, вы в суде, и у вас там сидят эти присяжные, и вы понимаете, что это, ну, как бы, там такая позиция вашего дела, что уже дальше некуда. Поэтому я бы пришел бы на месте такого адвоката и сказал бы, окей. Я, конечно же, понимаю, что вы сейчас уже все понимаете, все решили для себя, ситуация понятна. Вы уже точно решили, кто виноват. Я с вами согласен, я бы на вашем месте решил бы так же самое. Что происходит человеку в голове? Человек думает, не, ну, подожди, что ты так прям сдаешься? Ты поборись там, что ты начинаешь? Нет, в принципе, я не то чтобы прям, я объективен, я готов тебя послушать. И тем самым вы отрываете уши людей. То есть они уже все решили, как бы, кажется. Но когда вы говорите им, зачем мне объяснять, вы все решили уже? Нет, нет, ну, ты скажи. Это часто используется в холодных каких-то переговорах. То есть там, где вы приходите общаться, но вы понимаете, что не будут вас слушать. Люди уже давно работают с другим поставщиком, но не будут вас слушать. Ну, понятно, зачем им что-то менять? Они согласились так, для галочки. Вы говорите, добрый день, вы сейчас работаете с компанией, там, большевичка, и, скорее всего, вас все устраивает, и вы не собираетесь даже слушать меня. Это нормально, я бы на вашем месте сделал бы так же самое. Но если хотите, то мы можем пообщаться. Ну, да, давайте, конечно, что же у нас так наставит и крест? Мы люди объективные. Еще очень сильно работает в таких вот случаях, это показать слабость. Все люди хотят быть сильными. То есть кажутся, что я сейчас приду, такой, я прям зверь переговоров. Сейчас я любого, я вам покажу, что я жесткий. Вот все. А есть такой трюк. Я, честно, не помню, где кейс, который я писал. Не помню, кто автор этого кейса, но случай простой. Женщина пришла на переговоры, и все было как бы так себе, не очень в ее пользу. А потом она уронила кошелек, из него выпали монетки. И такая ситуация очень неловкая, да, женщина уронила кошелек. И начали помогать все. Потом они сели снова за стол. И сказали, ну ладно, давайте пойдем на ваши условия. То есть покажите себя немножечко слабым. Не нужно показывать себя слабоумным, что у вас все плохо. Покажите себя немножечко не идеальным. Что у вас есть какая-то небольшая, где вам можно помочь. Но очень важно, опять-таки, если вы ведете переговоры с реальными хищниками, не показывайте, что вам нужно. Вообще забудьте о своем «не надо». Потому что «мне надо» убирает у вас шанс отступить. Ну то есть, как бы «мне надо» и делайте со мной что хотите. Мне это надо. Скажите, я хочу. Многие боятся этого слова. Говорят, я хочу. Он как-то… Мама учитывала, что это плохо. Я хочу. Но скажите, я хочу. Я хочу с вами работать. В принципе, мне это не надо. То есть есть еще кто-то, с кем я могу работать. Но я хочу с вами. И это вообще, как бы, иначе, совсем иначе. Как эффективно продать свой свой продукт на переговорах? Но многие вещи мы уже подняли с вами в прошлом подкасте нашем. Упаковка, мы о ней говорили. То есть приходите упакованными. Прямо сейчас мы находимся с партнерами на вопросе, стоит ли выливать дополнительные инвестиции. И как бы та теория, которая говорит, что да, стоит. И мы этим будем заниматься. Мы точно начнем с процесса упаковки. То есть сделайте хороший маркетинговый кит и максимально персонифицированный. Да, вот это вот. Да, сделайте на последние деньги сайт, в конце концов. То есть если у вас… Многие люди говорят, у меня же нет денег. Как я пойду просить у инвесторов деньги, если у меня нет денег? Ну, то есть как я могу делать упаковку? Я же иду за деньгами, да? То есть, но люди готовы платить за то, что уже есть, они это видят. Это им легче. Очень хорошо однажды сказал Тинькофф. Я очень уважаю Тинькофф. И в одной из его передач он сказал, что к нему пришли люди, попросили деньги на инвестиции, на свой стартап. А через там два месяца особо дела не шли, но они уже приехали на новых Мерседесах. То есть вот таким вот людям люди не очень любят, инвесторы не очень любят давать деньги. Поэтому покажите, что… Куда они их тратят? Они тратят их не на бизнес, а на себя. Поэтому покажите, что вы готовы отдавать свои последние. Представьте, у меня там есть айфон, я готов его поставить. У меня как бы денег нету, но у меня там вот есть макбук. Ну, я бы отдал как бы. То есть все, что угодно я готов отдать, это я этим делом живу. И опять, говорите то, что люди хотят слышать. Мы об этом уже говорили, да? Это большая ошибка людей. Они говорят, какой у меня проект красивый, потом все начнется так. Говорите простым языком. У меня проект такой-то, такой-то, мы за там… При самых плохих подсчетах мы сможем там за год его купить. Риски такие-то, такие-то. А тогда вы начинаете… Вы, да? То есть я так много видел случаев, когда люди приходят, начинают заливать о том, как у нас все красиво, а вот какую мы сделали систему, вы не поверите. А сколько я получу с этого? Скажите на моем языке. Разговор не на языке инвесторов, не на том, на чем он думает, а опять рассказывать о себе. И очень важно еще, очень важно, это я вот всех учу, опять-таки все скажут, «Тах, это так понятно, вы что-нибудь стояще сказали?» Общайтесь как с нормальными людьми. Потому что очень часто в попытке сделать успешные переговоры люди начинают, ну, такие трюки выполнять. Ну, прямо вот… Особенно очень люди любят НЛП. Ну, такое, знаете, вот это там, из девяностых. Вам когда привезти продукт? В четверг или в пятницу? Камон, я еще ничего не заказывал. Ну, то есть это уже сегодня не очень работает. Общайтесь нормально, используйте речевые модули, используйте эмоции, тональности. Да, продавайте. Но общайтесь, думайте, как бы было бы вам. То есть, как бы, где бы вы купили. Продайте себе. Это самое первое правило. Если вы идете на переговоры, и вы с собой бы не согласились, никогда бы. Скорее всего, либо вы что-то не понимаете в своем продукте, всех его преимуществ, либо у вас такой продукт, где я, как бы, не очень. Многие стартапы в B2B-сегменте имеют сложные продукты, подразумевающие длительный цикл сделки. Нужно ли стремиться продать его на первых переговорах? И есть ли примеры, кейсы, как это сделать? Давайте поймем, что продажа. То есть, если продажа – это получение денег, то иногда работа со сложными продуктами сама по себе подразумевает то, что есть много бумажной волокиты, много процессов, много подтверждений каких-то и так далее, согласований. Поэтому пытаться сделать невозможно, но незачем. Продажа может быть какой-то ключевой якорь в вашем общении, то есть, какой-то чекпоинт. Есть такая штука, я всем очень советую всегда книгу Роберта Чалдини «Психология влияния». У него есть простой принцип, называется он последовательность. То есть, люди любят быть последовательным. Один из способов приблизить продажу – это пройти какую-то точку, дальше которой вам отказать уже будет не очень удобно. В каждом бизнесе это своя тема. Кто-то может, допустим, подписывать договора. Для кого-то это важно. Допустим, договор о предварительных намерениях. Для кого-то это уже такой пункт, который уже не может пройти. Для кого-то предоплата. То есть, мы сегодня поговорили, окей, ребят, давайте сегодня сделайте предоплату 5%. Но я увижу, что вы с нами и мы с вами. Такой шаг у каждого свой. Надо искать в вашей теме то, что вы продаете и так далее. Но получить деньги не всегда возможно на первой встрече из-за технических деталей. Но получить какой-то вот такого принципа согласия легко. Попросите. Есть известная практика, ее часто используют, ее всегда используют торговые представители компании, по-моему, называется на Филипп Моррис. Он продает такой самый большой крупный поставщик сигарет Мальборо и так далее. Они, парламент, они, по-моему, вы видите, я уже забыл, давно не был в рынке сигарет. У них в чем суть? У них, у каждого по распорядке своей работы есть такая бумажка, как договор о соглашении о подведении итогов переговоров. По-разному называется. Это некое соглашение, которое заполняет торговый представитель компании Филипп Моррис. В итоге подписывает обе стороны, что мы об этом говорили, говорили, но вам же не сложно подписать эту бумажку. Мы же об этом реально говорили. Это резюме каждого этапа переговоров, после которого откатиться назад уже нельзя. Да, то есть это как бы это не договор, это ни к чему тебя не обязывает. Это маленький такой крючок. Это кол-встреча такой своеобразный. Да, это кол-встреча. Они тебя цепляют и все. Потом, когда это ничего тебе не обязывает, но когда ты идешь на попятную и говоришь, ребят, знаете, я подумал, типа 5% много, давайте 4. Извини, но вот у меня тут есть в папочке листик, где ты подписал, что 5% нормально, а вы тогда о чем думали? Ну, мы можем передоговориться, но в принципе с такими людьми, как вы, конечно, лучше делать не иметь. И человек себя уже неловко чувствует и начинает как бы... То есть такое вот разрубание этапа цикла на некоторые этапы последовательные, продажа на предыдущем этапе последующего этапа фиксации и такое вот механическое продвижение по стволу дерева корней. Это лучший способ получить какой-то позитивный результат на таких вот именно длинных продажах. Но вообще всем нужно это сделать. Все, кто сейчас это смотрит, слушают, запишите 3 вопроса. must have, не зададите их, все пошло в никуда. На продажах B2B обязательно узнать, как принимается решение. То есть его процесс, его согласование или несогласование и так далее. Кто принимает решение? и когда будет принято решение? Если вы, опять-таки, это тоже информация есть там на normal sale.pro. Это вещи, ну, вообще. То есть, если вы их не узнали, вся ваша жизнь будет состоять из ежедневных вставаний, думаний о сделке во время делания кофе, думаний о сделке во время чистки зубов, думаний о сделке, все, чем вы будете заниматься, это думать, блин, может, позвонить им? Может, они уже согласились или не согласились? Не знаю. Ну, ладно, еще денек подожду. Но если вы узнали, когда, как и кто принимает решение сделки, что вам переживать? Вы звоните в тот день, когда должно было быть принято, говорите, мне нужен тот, кто принимает решение, вы знаете его имя. И говорите, ребята, окей, вы уже прошли эти-эти этапы. Нет, давайте, может, мы как-то поможем или, может, вы не хотите. Вот тоже возможно. Какой реальный механизм принятия решения и чтобы работать, а как будто это время. Да, и время. Механизм, кто принимает и когда. Очень важно. Окей, давайте перейдем под финал к лайфхакам по проведению переговоров. У вас их немало. Какие ключевые лайфхаки вы можете дать основателям стартапов по проведению переговоров? Это, конечно, тема такая. Тут можно бесконечно. Я не знаю, попробую выбрать какие-то самые... Самые жирные, ключевые, которые нельзя не сказать сегодня в рамках. Дарьёв. Дам самый... Вообще, вот это не... Ни в одной книжке этого не написано. Меня научил этому... Когда я проводил свой самый первый тренинг по продажам, какое-то выступление свое на публику, я очень волновался. И у меня мой тогда еще, скажем так, старший товарищ, человек, который меня многому чем научил, он мне дал один лайфхак. Вот реально, я его нигде не видел, но он просто ломает все. Поприседайте. Возьмите и сделайте, уйдите в туалет и сделайте там 10 приседаний. Сбросьте адреналин, да, чтобы волнение было? тело работает так, что мозг отвлекается на другую нагрузку, организм вырабатывает адреналин и другие вещества, необходимые для принятия большой физической нагрузки. В принципе, большое волнение перед переговорами и, ну, как бы, волне... Та борьба, которая происходила в переговорах и физнагрузка, они часто похожи по влиянию на организм. Как вы поняли, я немножко изучил этот процесс, почему это работает, но я реально нигде этого не видел. И когда вы приседаете, у вас мозг отвлекается на эту нагрузку, тело приготовится, отдышитесь и идите, и все. И вы скинули ту нервозность, которая у вас была, вы сейчас с трезвой головой можете идти и похорять всех и все. Еще можно пробежаться по лестничным пролетам вверх-вниз. В общем, какую-то физическую нагрузку, которую легко сделать прямо перед началом, она сожжет. Я это, как бы, мне это сказали, когда я готовился к тренингу, и было бы удивительно, если бы люди вышли, а там спикер бегает по лестнице. Поэтому мой лайфхак было мне поприседать в туалете. Но любое, что вы можете сделать, чтобы немножко выкинуться, опять-таки, только не нужно идти там на полчасика в спортзал. Приходите, смотрим таким там, я готов, я согласен. И еще похоже на этот лайфхак, реально рабочий, поспите. Если у вас важные приговоры, серьезные, какие-то сложные, сделайте себе время максимально близкое, вот как вы можете к этому времени, и возьмите минут 15 поспать. это окажется, может даже немножко смешно, что я буду спать перед этим, допустим, если я в Украине, в России, я сплю в машине. Если я в Израиле, мы там все часто на автобусах двигаемся, я там сплю в автобусе. Ну, то есть, попытайтесь именно поспать перед важными приговорами, выступлениями, чем угодно. Вы будете полным сил, как бы, отвлечен от всех проблем. Вот так вот, знаете, есть такая шутка, еврейская мудрость. Если не знаешь, что делать, пойди поспи. Вот где-то на основе этой мудрости еврейской я вам это сейчас и говорю. Кстати, какую литературу вы можете приготовить книги фундаментальные по переговорам, которые обязательно нужно перечитать любому переговорщику? Конечно же, конечно же, Чалдини, да, «Психология влияния». Базовая книга для любого, кто продажен. Сергей Азимов, он как бы, наверное, пожалуй, топ на сегодняшний день в русском рынке. Сегодня на самом-то деле есть много, есть там жесткие переговоры, есть разные книги по NLP. Простой совет, возьмите, зайдите на русский сайт озон.ру, зайдите на тему переговора, топ продажи, и просто оттуда все читайте. Все подряд. Но главным лайфхаком, наверное, будет совершать больше переговоров, чаще их делаете. Опыт будет накапливаться. Вот такая вот сложная, многогранная, но тем не менее втиснутая в рамки нашего онлайн-руководства тема по переговорам для стартапов, которые...